довольно интересное платье туника первыми понравилась расцветка второе мне понравилась модель это я там знаете от платья сейчас леггинсы белые карманы очень интересная модель хороший вырез и хороший цвет рукав тоже хорошо ну в общем вот такой вариант опак эластан когда на вешалке смотрела думала что она подлиннее но нет она короткая все-таки вот такой здесь как вырез модель короткая размер это неплохо хотя вот здесь в общем нет на вешалке смотрелось лучше очень интересный плащ мне понравился цвет в принципе поэтому я его взяла ну и помимо того что еще и размер хорошо здесь нет капюшона здесь такой как ворот интересный его можно распустить и сделать не могу сейчас одной рукой в общем силуэт силуэт а-образный как это говорится карманы накладные такой очень стильный плащ по размеру мне хорошо рукав даже хорошо ну вот не знаю если честно и цвет вот этот оливковый цвет на который я что-то последнее время запала тоже хорошо длина ниже колена понравился этот джемпер он бело-голубой даже не голубой нет наверное не голубой в общем понравился этот цвет ниже показывать не буду потому что я не в брюках рукав хорошо по размеру так себе могло быть и получше и очень красивого бледно-бледно-голубого цвета куртка она на кнопках есть карманы неглубокие рукав мне длинную но очень понравилось город и по размеру достаточно хорошо но только то что туда еще ничего не подденешь под низ именно она такая знаете осенние весенние легкая куртка цвет конечно супер я подвернул рукав и принципе если вы рассчитываете надевать на брюки то вот хочется здесь у меня как бы чуть-чуть на 5 сантиметров длиннее потому что на платье сейчас не видно но вот паховая зона у меня все-таки будет при приоткрыто и мне будет некомфортно все время будет хотеться ее вот так знаете отвернуть а так конечно куртка классную сумка газ такой знаете клатч и единственное что достаточно тяжелая вероятный из-за блян и вот из-за этой тоже фурнитуры тяжелая 6 евро и вот так она выглядит внутри любителям секонд-хэнда доброе утро я даже не смогла начать ролик потому что сегодня первый день привоза в двухнедельных уманов и у меня в планах была чистая работа но я зашла в секонд-хэнд и пока листала вешалки увидела много что интересного и все-таки решила снять ролик но я прежде чем снимать магазине не записала начала ролика и поэтому чтобы знаете мне лень было просто как-то местами менять поэтому начало вот такое ролика неожиданное что я даже с вами не поздоровалась хотя бы из примерочной так вот всем привет друзья хорошего настроения приятного вам просмотра мы с вами начали влог из примерочной блин простите я это утро ранее очень рано и я как бы уже смонтировала влог на основной канал и начинаю просто уже с утра заговариваться так вот мы с вами начали ролик на валдеке в запникансе двухнедельных умания сейчас мы с вами едем в этим гравис меня обычно обычно такой маршрут из двухнедельных ума я начинаю запникансе потом обычно я еду в 8 гравис ну бывает конечно что меняю местами но практически это мой обычный маршрут так что едем с вами за хорошим настроением в поисках клада может быть что-то найдем если ничего не найдем то хотя бы померяем намеряемся и получим просто удовольствие от просмотра этого ролика из двухнедельных уман мне нравится в 8 гравис я довольно часто нахожу здесь интересные вещи во первых которые я могу померить и считаю интересным показать вам ну и плюс у меня довольно частые покупки то это вот здесь в этим грависе правда я обычно снимаю вот первый либо второй день привоза либо когда уже все там по евро по полтора евро и тоже кстати по евро и даже ниже можно найти очень интересное а сейчас так тем более потому что сейчас очень большой выбор товара то есть по количеству имеется ввиду если до пандемии у нас уже например на второй неделе двухнедельных уманах был маленький выбор товара то сейчас вот буквально чуть ли не до последнего дня перед новой коллекции пополняется пополняется в зале потому что бывало там например пополнялась две-три рейла с вещами то сейчас в течение дня и пять и шесть рейлов вывозят в зал в течение дня в хуманах не знаю как в рда но в хуманах именно так происходит мне кажется красиво цвета жакет льняной я уже там посмотрела в зале он мне маленький но я вам чисто знаете показать что с цветом три четверти рукав рукав очень хороший и сам по себе в принципе плечо тоже хорошо комфортно но опять-таки носить его не застегивая летом ну я не знаю есть ли смысл по размеру там написано то ли 16 или 18 но вы видите да мне мало я взяла этот жакет потому что он классический потому что цвет интересный такой кирпичные плечо хорошо рукав длинноват приталенный ну вот мало сегодня как-то так складывается что я очень много жакетов вам показываю довольно легкий кардиган ну я бы так назвала это изделие там у меня рукав от платья рукав немножко длинноват есть для пояса но пояса нет длина хороша и в общем-то цвет симпатичный вы знаете у меня сейчас на оливковое все на болотно оливкового цвета эти оттенки болотного эти оттенки оливкового ну в общем вот я сейчас пытаюсь найти сумку либо бордовую либо ценно зеленую либо вот оливковую вот такого цвета сумку мне кажется она была идеальна под любую мою одежду у меня сегодня знаете основного это жакета еще один жакет очень классный очень классная длина он такой знаете классический но с очень красивым воротником цвет мне он маловат ну вот знаете прям впритык но если учитывать его смотреть не с платьем а с брючками то очень даже симпатично выглядит жакет просто ну на мой взгляд супер ну и также то что вот на мой взгляд хорошего производителя если я нахожу то тоже стараюсь вам показать в последнее время очень сложно найти такой знаете интересный для показа состав вещей не обязательно бренды вот кстати этот бренд довольно дорогой и можешь сказать на мой взгляд эксклюзивные так вот последнее время не довольно сложно найти такой достойный вашего внимания по составу бренд косуха написано атмосферы ночью написано что 18 размер но мне этот 18 я не знаю где он 18 скорее всего это очень такая знаете маломерка ну вот вам показываю хотя изначально я когда увидела размере подумала что я в эту косуху войду но нет 16 но все равно я в 16 некоторые вхожу но в этот не вошло мужская куртка да да мужская куртка она висела в мужском отделе хотя она может могла бы висеть или женском типа унисекс потому что на молнии размер мне хорошо длина рукава длинная но не смертельный есть капюшон и что здесь проблема ее постоянно тискает тискает как вода постоянно что и не покупает мы посмотрели с продавцом это не пух это синтепон и он внутри такой знаете как кусками стал то есть вот видите то есть ее видимо часто стирали и от частых стира вот даже тот тоже видно синтепон вот видите тогда синтепон стал такими вот прям кусками а очень жаль за 5 евро дико классная куртка во первых яркая вторых с классным капюшоном легкая очень хорошие карманы и отличная длина длина просто супер не знаю с чем это связано но последнее время в двухнедельных уманах очень редко встречаются хорошие сумки хотя вот буквально еще прошлой осенью или даже нет наверное все таки прошлой осенью когда мы открылись после пандемии и можно было уже ходить по магазинам то даже тогда еще был достаточно хороший выбор сумок можно было найти сейчас найти очень очень сложно именно но что-то интересное ну и так же вот показываю вам на мой взгляд интересно интересные вещи то что можно ну опять таки это мой взгляд вот это полупальто летние очень мне понравилось но к сожалению маленького размера что даже не померить и не показать вам как сидит нашли мне большего размера жакет потом посмотрю состав она хлопок чисто знаете красиво это что идет здесь шитье шитье или стоит решили белого цвета рукав длинный плечо большое ну вот как то так это что-то-то я в кафешке у александра называется бестро я всегда когда приезжаю совет хэнд в этом граве всегда сюда захожу либо пообедать либо уже поужинать ну как знаете как по времени мы с вами проехали уже два секонд-хэнда я ничего не нашла ничего не купила не запекался и не здесь в этом гравите у нас очень жарко довольно сложно снимается очень сложно надо переодеваться и людей много ну что сделать хотели жару типа получиться сейчас поедем с вами либо вы бусин с либо на бриве вас какой транспорт 1 придет туда и поедем короче лотерея завтра я хочу съездить в елгаву и в каугуре но не уверена товар очень хороший в магазинах сейчас такой знаете яркий красивый но все равно ничего не нашла меня сейчас интересует в основном лен да все друзья поедем с вами дальше ну и пока мы едем с вами в следующий секонд-хенд я хочу возможно для кого-то непонятно я хочу объяснить чем мотивированные мои кусочки сюжеты в роликах именно здесь на канале секонд-хенд города моего любимого города риги очень многие смотрят мои ролики чисто для того чтобы посмотреть свой город кто-то и очень многие какой-то момент уехали из латвии уехали из риги и они работают за границей и только вот такие моменты но не только конечно же у меня как блогеры у нас в латвии очень очень много блогеров маленьких средних больших микроскопических много блогеров но я считаю своим так скажем долгом даже здесь на канале секонд-хенд показывать город иногда я показываю много иногда меньше но мне всегда хочется вставить свои ролики именно город чтобы те кто никогда не был в риге просто смотрел и возможно захотел приехать или те кто был когда-то но скучает и конечно же те кто живет вдали от риги вдали от латвии и тоже очень очень скучает вот этим друзья и мотивировано то что я показываю в своих роликах город не только примерочную не только вещи а именно город это знаете как как микрофильм вот наверное так ну и так же как всегда очень довольно сложно показывать платье именно хуманах потому что вешалка выше моего роста так как я маленького роста метр пятьдесят восемь и вот в этом плане конечно в рда проще там вешалка идет стойка с вешалками идет на уровне моего лица как бы моей головы и намного проще не очень удачная кабинка здесь перегорела лампочка я надеюсь что вам будет видно я взяла плащу такой достаточно интересный и он минимал если бы он здесь завязывался если бы и было меньше размера то как раз было бы идеально мне понравился цвет и ткань еще смотрите здесь такой как манжет то есть это даже может быть как не плаща как платье очень легкие достаточно тонкие хорошая длина у меня такой длины вот если летом знаете это пойти типа у театра и надеть платье то у меня на платье летнего ничего нет такой знаете прохладно тебя вот как летнего плащика или пальто здесь длина очень хорошая но реально вот мал я увидела желтый жилет и я решила его померить не знаю зачем но решила померить размером нехорошо из карманы он очень легкий и конечно же с брюками может быть было бы хорошо очень не хотелось чтобы чтобы эта куртка была мне по размеру но к сожалению очень классная цвет классный длина хорошая реально очень жаль глобана мне по размеру я бы точно не купила такого цвета классного очень красивого шоколадного цвета коричневого шоколадного я взяла это изделие в платье но я все-таки считаю что это блузу просто девочки повесили его потому что мы продавцы потому что оно такое выглядит как длинная но мне-то колено ведь этот разрезы по бокам есть но ни с чем другим как с лениными брюками я этот блузон не вижу очень хороший рукав тут можно его сделать короче и по размеру не очень хорошо и в принципе на лето но я не знаю вот чем его чем его голова хорошо возможно если только с мятного цвета брюками из кос который я до сих пор еще ну то не в отпуске не могу отвести и сделать тот костюм вот возможно только с теми брюками потому что в моем гардеробе никаких других брюк нет единственное что еще как вариант можно было бы этот блузон купить и надевать его на мою винтажное льняное платье однотонная я подумала зачем такой огород городе есть очень ладно блузон конечно красивый но мне некуда его ни с чем применить своем гардеробе платье хорошего размера даже не знаю может быть и большое но выглядит так знаете как будто бы так и должно быть я имею до что она типа должно быть такое объемная длина хорошая у него черно-белая расцветка на пуговицах и рукав до локтя да и сумки я уже говорила достаточно печальный выбор сумок именно в двухнедельных ума на кстати в пяти недельных тоже не особо богатый выбор вот именно этим летом не знаю с чем это связано вещи очень достойный красивый большой выбор а вот сумок выбор маленький очень маленький и я знаю сейчас кто-нибудь напишет будет прав напишет лена ну как вам не стыдно вы уже разбаловались и да на самом деле мы этим выбором кожи сумок мы правда очень нас разбаловали красивый летний кардиган шерсть бирка есть шерсть производители нет по вот виду как валеная шерсть красивого цвета но мне к сожалению маленькая а еще мне нашли стелла маккартни блазон наверняка будет шелковый сейчас внутрь посмотрим если есть бирочки но это куртка она под кожу я что-то знаете даже не посмотрела кто производитель и но это вряд ли конечно была кожа вот это огромный огромный жилет просто я не знаю наверное двадцать четвертый 26 размер очень большой но я решила вот тоже знаете показать вам что у нас есть двухнедельных уманах из кожи кожзаменителя вот это или заковалите довольно дорогой бренд итальянский даже не довольно очень дорогой бренд он правда у него такие знаете изделия очень не специфические но все равно достаточно дорогой бренд и палантин и палантин и в этот раз нашла то что вам показать интересное сейчас смотрю и думаю почему я его не купила он однотонный ну да однотонный без рисунка только чуть-чуть там двух цветов получался с таким переходом ну да ладно не купила так не купила ну а вот этот джакет я когда przez взяла его пощупать так скажем руки я сразу поняла что что-то не то и как вы видите да там великолепнейший состав настолько редко попадающийся секонд-хендах и здесь он стоит 5 евро в пятинедельных у мани простите этот жакет стоил бы 30 евро минимум ну опять-таки марк кейн тоже нередкий гость в наших секонд-хендах это уже достойный хороший производитель ну и конечно же коз это кстати мне джемпер подсказала что есть зале зрительница я довольно часто встречаю зрителей своих в секонд-хендах а в этом секонд-хенде или в этот день очень большое количество девушек встретила мне это конечно безумно приятно спасибо вам большое желтого цвета джемпер он конечно убитый и мире я хорошо что я сегодня подплатье надела ленинса наверно так называется классный цвет лодочка воротник такой очень но хотела померить принципе достаточно интересный джемпер если конечно он не был в таком вот убитом состоянии можно было бы его по подумать купить осенью да и не осенью даже сейчас тоже прохладную погоду конечно вырез глубокие но ничего можно было бы здесь какое-то украшение вот так с моими штанами можно было бы как вариант подумать правда да я когда на вешалке навесила я не видела достаточно так хорошо за одну не затяжки катышки показываю вам выбор в основном вот что есть уже не стала так знаете по отдельности ну вот такой очень-очень скромный ну по нашим по меркам нашего наших секонд-хендов это очень не очень скромный выбор сумок хотела поехать еще на бреви вас сегодня и пройти все четыре магазина двухнедельных уманены в риге но очень жарко и как-то знаете я поленилась поэтому я вернулась еще раз секонд-хенд которым я была с утра из которого я начинала этот ролик это хумана двухнедельная в запне кансе потому что пока я гуляла по другим магазинам так как в день вывозят по 4 5 иногда и по 6 правилов с вещами то я довольно часто вечером возвращаясь уже домой заезжаю еще раз запне канс в этот магазин потому что пока я гуляла что-то же могут еще вынести то что то что я с утра не видела ну и знаете опять таки кто-то утром же людей очень много ну как прочим и весь день секонд-хендах и у кого-то на руках может быть что-то интересное то что они померяют и потом не купят обратно в зал повесят поэтому есть смысл в один секонд-хенд возвращаться второй раз ну такое знаете себе конечно занятие но все равно вот но кстати в этом секонд-хенде более-менее можно показывать платье потому что они не так высоко как скажем вот в эсмин грависе либо вот в элгут семсе и кстати на бриве вас тоже самое и поэтому тут немножечко проще показывается в этом секонд-хенде показывать платье ну и конечно текстиль я давно вам не показывала текстиль довольно знаете сложно показывает текстиль я могу только вот так показать потому что если показывать каждую гордину например ее раскладывая чтобы вы рисунок увидели это сложно если честно и занимает очень много времени поэтому я показываю вам просто вот выбор какой у нас был вот в этот данный момент на последнем привозе в хуманах двухнедельных 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 довольно интересного цвета жакет вроде застегивается на женскую сторону но он такой оверсайз плечо видите как низко я подумала что если бы длина длина такая как полупальто сначала я подумала что возможно это знаете будет как летнее пальто но нет вот такой жакет он реально оверсайз и вот именно плечами плечи очень большие но я подумала как было бы интересно с моими брюками ангаре вэбер болотного цвета белой майкой откос футболка белой и вот этот жакет который оверсайз и белые теды конечно кроссовки простите потому что с платьем вообще никак не смотрится все друзья мы с вами погуляли я ничего не купила я очень устала от этой жары трудно было достаточно примиряться в эту жару на что как есть так есть все спасибо вам большое за просмотр мира и добра всем пока